m и n натуральные числа, причем 2m квадрат плюс m равно 3n квадрат плюс n. Докажем, что разность m минус n, а также числа 2m плюс 2n плюс 1 и 3m плюс 3n плюс 1 это квадраты. Ну, давайте начнем с m минус n. Сделаем замену. Обозначим m минус n буквы x и везде вместо m мы напишем n плюс x. Уравнение запишется в виде x умножить на 4n плюс 2x плюс 1 равно n квадрат. Заметьте, x это какое-то целое число. Вот эта скобка, если мы вспомним, что такое x, то видим, что это на самом деле 2m плюс 2m плюс 1. Это положительное целое число и это положительное целое число. Значит, x натурально. Более того, x взаимно просто с этой скобкой. Почему? Если бы был какой-то общий делитель в большей единице у этого числа, у этой скобки, то он же был бы и делителем числа n. Но, если x и n делятся на какое-то число, то скобка на него делиться не может. Таким образом, действительно, наибольший общий делитель это единица, x, видите, положительное число, и произведение двух самих простых чисел квадрата, значит, каждая из них квадрат. А заметьте, вот эта скобка, это как раз и есть. 2n плюс 2m плюс 1. Чуть тяжелее разобраться с последним числом 3m плюс 3n плюс 1. Решение, по сути, такое же. Тоже вводим новую букву. 3m плюс 3m плюс 1 обозначает букву y. Вместо n везде пишем, да, y минус 1 разделить на 3 минус n. Раскрываем скобки, упрощаем, упрощаем, получаем вот такое вот равенство. И получаем 3m квадрат, это y умножить на 6m плюс 1 минус y. Ну, опять-таки вспоминаем, что такое было y. И получается y умножить на 3m минус 3n. На тройку сокращаем. y умножить на n минус n, это квадрат. Ну, мы с вами уже помним, что m минус n, это квадрат. Ну, значит, собственно, y квадрат. Вообще интересно, а конечно или бесконечно множество решений, уравнений, которые у нас в самом начале было дано? Чтобы решить задачу, мы фактически что сделаем? Вот это равенство, m квадрат равно y умножить на m минус n. Это фактически вот что такое? m квадрат, это 3m плюс 3m плюс 1 умножить на m минус n. Так что можно было никаких заген не делать, никакую букву у не вводить, а просто сказать, что если раскрыть скобки, на самом деле это равносильнее, да? И давайте вспомним, что у нас тут было. x это m минус n умножить на 2n плюс 2n плюс 1 равняется n квадрат. Опять-таки, можно было никакие замены не делать, а просто сказать, что догадались до такого преобразования. Вот эти скобки взаимопростые и так далее. И все было бы просто. Так вот, конечное или бесконечное множество решений такого уровня. Оказывается, здесь есть такой простой стандартный прием. А именно, когда нам дали такого типа равенства, то можно привести его к некоторому более, называть деление полного квадрата, к некоторому более стандартному виду, про который уже все проще. Сделаем замену. А именно, m плюс 1 четверть обозначим а разделить на 4, где а целое число, а n плюс 1 шестую обозначим b разделить на 6, где тоже b целое число. Тогда уравнение перепишется, собственно, как показано на доске. Подставляем вместо m а минус 1 разделить на 4, подставляем вместо n по минус 1 разделить на 6, умножаем ее части на 24, раскрываем скобки и получаем 3а квадрат минус 2b квадрат равно 1. Ну, если угодно, нужно на 2 умножить и записать в таком виде 2b квадрат минус 6а квадрат равно 1. Это очень похоже на уравнение Белли, только здесь не единица, а минус 2. Вот это, согласитесь, достаточно просто выглядящее уравнение. Можно доказать, что у него бесконечно много решений мультурального числа. Правда, нам нужны не все решения, а такие, чтобы а давала остаток 1 при делении на 4, а b давала остаток 1 при делении на 6. Но и таких тоже бесконечно много. И когда мы будем заниматься уравнением Белли, то такой тип утверждения мы научимся дать.